Ты явно знаком со словами Awake, Start, Update и другие методы от Unity. А узнаешь ли ты очередность выполнения этих методов во время игры? В этом видео я и хочу рассказать об этом. То есть какая очередь выполнения всех этих слов с того момента, как нажал играть. Это на первый взгляд может показаться ненужным, но поверь, однажды скажешь спасибо и вернешься поставить лайк. Охоё, зритель, ты во вселенной Rable, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на всё что можно в описании этого ролика. Не пожалеешь. Часть из вас заинтересовались этой темой, когда я выпустил шорт на эту тему. Потому в этом видео я расскажу более подробнее с практической демонстрацией работы очередности. Поехали. Итак, что происходит, когда только нажали кнопку играть? Самое первое, это сработает метод Awake для каждого активного объекта в сцене. Именно активного. Если при старте какой-то объект не активен, то Awake не сработает. Например, у меня в сцене два объекта и у каждого свой скрипт. Чтобы проще воспринимать информацию в консуле, я для куба буду выводить логи в виде предупреждения. Если капсула или куб активны, у каждого сработает Awake. Но обрати внимание, порядок активации всех Awake рандомный. Учти это при разработке игр. И а к тому, что вдруг будут какие-то ссылки друг на друга, то могут быть ошибки при обращении ещё неинициализированного объекта. Это можно решить несколькими способами, но сейчас речь не об этом. Следующий метод после Awake это OnEnable. Он запускается каждый раз при активации объекта. Больше тут и нечего говорить. После OnEnable идёт метод Start. Он вызывается перед запуском первого кадра, но только если сам скрипт включён. Обрати внимание также на порядок вывода. Awake и OnEnable идут рядом для каждого объекта. Но вот все три Start запускаются после инициализации объектов в сцене. Что ж, как ты мог понять, что дальше уже будет идти речь про методы, которые работают в каждом кадре. Поэтому перед разбором этих методов хочу объединить методы Awake, OnEnable и Start в блок инициализации. Это самый первый блок исполнения скриптов при запуске игры. Следующий блок, который уже обрабатывает каждый кадр, это блок физики. Первый метод это FixedUpdate. Как ты знаешь, используется для обработки физики. И на нём чуть остановлюсь, для общей картины знаний. FixedUpdate может вызываться несколько раз за кадр, если FPS низкий. Или вообще не вызываться, если FPS высокий. Возможно знаешь, что в FixedUpdate не нужно умножать вычисления на TimeDeltaTime. Потому что FixedUpdate вызывается в соответствии с надёжным таймером, не зависящий от частоты кадров. Надеюсь было полезно. Если это так, с тебя лайк прямо сейчас. Шучу, можешь чуть-чуть попозже. Идём дальше. Следующий вызов не метода, а возвратка рутины. YieldWaitForFixedUpdate. Не хотел это пропускать, потому расскажу. Код после этой строки продолжает выполнение после того, как все функции FixedUpdate были вызваны во всех скриптах. Чтобы код не усложнять вызововка рутины и тому подобное, просто знай, что после идёт именно такая обработка информации. У меня на практике уже была проблема из-за незнания этого факта и были баги в физике. Дальше идут последние этапы физики. Это такие методы её обработки, как OnTriggerEnter, OnTriggerStay, OnTriggerExit. И после OnCollisionEnter, OnCollisionStay и OnCollisionExit. На этом блок физики завершён. Но с маленьким уточнением. Как и говорил ранее, физика обрабатывается со своей частотой, не зависящей от частоты кадров. Поэтому на этой схеме указал справа полосочку длиной в этот блок, обозначающая цикличность обработки физики внутри каждого кадра. Кстати, самая длинная зелёная полоска, которая пока уходит вниз, показывает один кадр, ну или фрейм. То есть, когда ты увидишь конец этой полоски, это значит, что обработка одного кадра завершена. И игра переходит на начало этой полоски и начинает снова идти по порядку. Перед тем, как идти и смотреть другие блоки, хочу сказать, что всю эту картину в качестве шпаргалки на будущее можно забрать у меня в Telegram или в ВК каналах. А также можешь попросить у меня в Discord сервере. Все ссылки в описании. А мы поехали дальше. Следующий блок это блок обработки ввода. Input Events. Потому нужно сначала считать данные с мышки и после отправиться в апдейт, который открывает блок с игровой логикой. С ним всё просто. Вызывается один раз за кадр. Давай посмотрим, как теперь будет работать апдейт и фиксит апдейт. Как видишь, вызов фиксит апдейт намного реже, чем апдейт. То есть, есть много кадров, которые были без вызова физики. Значит, у нас сейчас FPS высокий и это хорошо. Ну да, попробую в такой сложной сцене начать лагать. Дальше ты мог, наверное, подумать, что идёт метод lateUpdate. Но это не совсем так. Потому что принцип с карутинами такой же, как и у фиксит апдейт. Карутины это сопрограммы, которые не выполняются параллельно, как некоторые думают. Их обработка идёт сразу же за апдейт. В случае использования Yield, wait for update. Каждый кадр. А про wait for fixed апдейт уже говорил. Потом идут обновления анимации в игре. И закрывается игровая логика на lateUpdate. Что ж, можно было бы сказать, что остался там какой-то он-дизейбл и всё. Но нет, дальше в каждом кадре есть ещё блоки. И следующий блок это рендеринг кадр. Чтобы один кадр сформировался на твоём экране, нужен целый блок методов, которые его обработают и покажут в итоге. Вот как раз показываю, как формируется один кадр шаг за шагом в окне профилировщика, frame-дебаг. Крутой инструмент, но если хочешь на него обзор, пиши в комментарии. Теперь тут очень кратко про каждый метод в этом блоке. OnWillRenderObject. Взывается один раз для каждой камеры, если объект в поле зрения. OnPreCool. Взывается до того, как камера отсекает сцену. Отсечение определяет, какие объекты будут видны в камере. OnBackumVisible. Вызывается тогда, когда объект становится видимым в любой камере. OnBackumInvisible, соответственно, невидимым. OnPreRender вызывается перед тем, как камера начнет рендерить сцену. OnRenderObject вызывается после того, как все обычные рендеры сцены завершатся. Ты можешь использовать класс GL или GraphicsDrawMeshNow, чтобы рисовать пользовательскую геометрию в данной точке. OnPostRender вызывается после того, как камера завершит рендер сцены. И OnRenderImage вызывается после завершения рендера сцены для возможности постобработки изображения экрана. Но это доступно только для Pro-версии движка. Потом блок Gizmo. OnDrawGizmo используется для отрисовки Gizmo в окне SceneView в целях визуализации. Дальше блок GUI. Метод OnGUI вызывается несколько раз за кадр, как и с блоком физики. Ответил это линией справа. OnGUI отвечает за элементы интерфейса. GraphicsUserInterface. Сначала обрабатываются события макета и раскраски, после чего идут события клавиатуры и мышки для каждого события. И наконец подходим к концу одного кадра. Еще два блока для него. Первый это EndOfFrame. Тут ловим конец кадра в корутине. А второй блок это Pausing. То есть перешло ли приложение в режим паузы или нет. С помощью метода OnApplicationPause. Эта функция вызывается в конце кадра, во время которого вызывается пауза, что эффективно между обычными обновлениями кадров. Один дополнительный кадр будет выдан после вызова OnApplicationPause для того, чтобы позволить игре отобразить графику, которая указывает на состояние паузы. Вот на этом наконец длинная полоска заканчивается, что указывает на завершение расчета одного кадра. Ух. А теперь представь, что игра выдает 60 кадров в секунду. Это значит, что вот эта вот длинная полоска, зеленая, на нашем ПК обрабатывает 60 раз за секунду для каждого объекта в игре. Вдумайся только, для каждого. А их может быть тысячи этих объектов. А если FPS 240, к примеру? Можно на этом и завершить. Но нам же как-то надо выйти с этого цикла. Поэтому в самом конце еще два блока и завершаем. А то и так нагрузил, наверное. Первый блок это Disable. Он вызывается для конкретного объекта в игре, который деактивировали. Если за один кадр все объекты остались включенными, значит этого блока не будет. И последний блок называется Decommissioning. Он уже вызывается, когда игра завершилась. Сначала OnApplicationQuite. Эта функция вызывается для всех игровых объектов перед тем, как приложение закрывается. А в редакторе вызывается тогда, когда игрок останавливает игровой режим. И для примера, в WebPlayer вызывается при закрытии окна. Потом OnDisable, но его уже разобрали. И напоследок OnDeStroy вызывается в последнем кадре объекта, пока он существует. Объект может быть уничтожен при помощи ObjectDeStroy или при закрытии сцены. Вот и все. Такую жизнь живет каждый скрипт в твоей игре. Если представить, что таких скриптов сотни и больше, можно немножко сойти с ума. Но не сегодня. Надеюсь, этот ролик поможет тебе более верно использовать ресурсы игры и ловить меньше багов. А на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. А сказать спасибо ты можешь лайком, подпиской на канал. А если уж сильно понравилось, тогда загляни на Patreon или кнопочка спонсировать. Прям под этим роликом. Сайонаре. 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 Сайонаре.